Кульминация урочистости в день дня вызволения Гомеля стала военная историческая реконструкция. Ее представили у дельники клуба «Зуссёй краины». Профессийная пиротехника, спецэффекты, аутентичная вопротка. На месте падей працавала и наша сдымочная бригада. Район Любинского озера и залива Ракисош Жихарам Гомеля добровядомые. Але мало кто ведая, что это место, заховывая память, об одной из самых значных падей у истории областного центра. Больше, как 70 годов тому, тут проходили бои за Гомель. Тые военные картины застались у минулым и лягли на сторонки подручников. Оживить их у день вызволения узялись военно-историчные клубы Беларуси. 26 листопада тут пройшла реконструкция боевых дейня у 43-х года, які стали часткой масштабной Гомельской речицкой операции. Падея собрала полторы тысячи глядачоу. Ой, впечатление вообще, если честно, потрясающе. Мы всегда, всей семье, такие мероприятия, как 9 мая, 3 июля, мы всегда посещаем. И день освобождения Гомеля тоже для нас это такое важное событие. По сотностях, это театральная постановка под открытым небом. А вось только улику актеров – звычайные люди. Усяхо 70 человек. У дельников больше, як 10 военно-историчных клубов з усёй краины. На их аутентичные костюмы 40-х годов. На узброянне дзеючая техника перейду вызволяння. И хоть выбухи и гуки стрелау бутафорские, яны усёж вызываюць хвалявання. Для большей докладности усе спецэффекты рыхтовали профессийные пиротехники. Видеооператорам проходить углы бретро-пляцовки не дозволили. Можно было незнарок наступить на выбуховый пакет. Воголе на подрыхтовку пляцовки спотребилася 5 дзен. Уветь, в этот час организаторы провели прямо тут, у палатках, як и наши вызволители 74 годы тому. Если так разобраться, на мне гимнастёрка и галифе 45-го года. То есть, ну, на самом деле, вся форма, она оригинальная. Третий раз это у нас ежегодное мероприятие. И мы, честно, знаете, есть такая фраза, костьми уже ложимся просто, чтобы это состоялось. Потому что данное мероприятие не коммерческое. Вы видите, все зрители здесь бесплатно. Ребята приехали участвовать здесь бесплатно. То есть, на самом деле, это наш личный энтузиазм. Усе удельники реконструкции собрались тут не просто так. А малю кожного воевали дяды-тепрадеды. У многих родные загинули. И, по сути, у жилах кожного зудельников и глядачов тяча кровь переможца у Великой Айчинной войны. У меня дед воевал с апреля месяца 42-го года в действующей армии. Ушел добровольцем. Он у нас в Гомеле был военным строителем. Строил здесь военные объекты до войны. Мой дед погиб. Погиб в 42-м году в боях под Оржевом. В тяжелых боях. Когда начиналось освобождение. Сотни тысяч жертв. И советская армия пришла и все-таки выгнала фашиста. То есть, наша задача была, конечно же, показать и рассказать об этом. Ганна Ковалева, Наталья Игнатенко, Александр Харлам. По телерадио компания Гомель.